Девушки отдыхают В нашей программе мы помогаем самым обыкновенным девчонкам стать настоящими иконами стиля. Всего за один день. Такое можно увидеть только на канале Муз-ТВ. Из большого количества анкет, которые были присланы в нашу программу, сегодня мы выберем одну. И именно эта девушка станет иконой стиля. Итак, мы начинаем. Вот она, героиня нашей программы. Давайте посмотрим ее профайл. Привет, меня зовут Лейла, мне 18 лет. Я молодая мама, моему сыну уже 6 месяцев. Я выгляжу до сих пор как подросток и хочу измениться. Надеюсь, ваша передача мне поможет. Сегодня в программе икона стиля. Как стать жгучей испанкой, не выходя из дома? Ты будешь иностранка. В России икона стиля. И мы тебе в этом поможем. Чего опасается молодая мама Лейла? А ребенок-то тебя узнает? Мне кажется, нет. Испугается. Испугается? Ну, первого вида. Незнакомая женщина. Что такое стиль Прованс и как оценит новый образ Лейлы Доминик Джокер? Тут вы просто миловидная девушка. Сейчас вы бесспорная красавица. Я хочу, чтобы получать красавица. Я вполне серьезно. Сохраните этот образ. Ты знаешь, Наташ, а у меня уже есть несколько идей, которые бы я хотел, с которыми я хотел поэкспериментировать и изменить нашу героиню Лейлу и сделать из нее настоящую икону стиля. У тебя какие варианты? Ты знаешь, наша героиня, она замечательная молодая мама, прекрасная, обаятельная девушка. Откуда ты знаешь, что она замечательная? Мне кажется, я вижу это по ее лицу. Поэтому почему бы не поэкспериментировать? Может быть, добавить какие-то яркие акценты в ее образ? Сделать такую классику смешанную с женственностью? Ты знаешь, я ей в 18 лет, и мне кажется, что еще можно похулиганить. Потому что в таком возрасте, несмотря на то, что она мама, еще можно и одеть мини-мини, макси-макси и полностью какой-то такой... И что ты предлагаешь? Я предлагаю. Я смотрю на ее лицо, и ты знаешь, мне не кажется, что она русская, что в ней есть что-то такое испанское. Я бы даже из нее, добавив с помощью стилистов хорошего макияжа, накрутив ей волосы, сделав локон, и сделал бы из нее какую-нибудь такую испанку. Ну, ты знаешь, итальянки тоже похожи в эти пожары. Итальянку. У нее хороший рост, у нее такие красивые брови, стрелки добавить. И ты знаешь, мне кажется, что актуальный на сегодняшний день стиль прованса, такой крестьянский стиль, знаешь, как этим летом практически... Я думаю, в Европе это модно сейчас. Это везде. Даже у нас в Москве этим летом практически все носили льняные платья, что-то такое вот... Мелкий цветочек, домашнее, уютное, но в то же время это очень стильно и модно. И она сможет в этом погулять со своим ребенком. Да, да, и как раз-таки это будет для нее. Мне кажется, что она и длинные платья-то не носит, потому что такая немножко... Смотря на ее фотографию, в ней нет женственности. Может быть, конечно, у нее нет... Да, вот я как женщина думаю, что нужно добавить именно вот этой женственности, элегантности, грациозности. А это как раз-таки можно добавить с помощью платьев, и платьев в пол, если мы ее поставим на каблук. Хотя такие платья можно носить и с балетками, потому что если она пойдет гулять с ребенком, спокойно можно одеть хоть кеды, хоть балетки, и это тоже самое будет все равно стильно и интересно. Я думаю, да, что получится довольно-таки интересный эксперимент, и... Белый цвет. Белый цвет ей будет классно. Чуть-чуть подзагореть, сочные губы. Сделать интересную прическу, добавить мейк, выделить глаза. Скажи мне, я не понимаю никогда, почему, когда девушки выходят замуж, сразу перестают, ну, не знаю, может быть, с рождением ребенка, уходит все на ребенка, перестают за собой смотреть, и вот такие вот волосы... Ну, не понимаю, почему? Знаешь, мне кажется, нам нужно помочь нашей героине. Я знаю, что нам нужно помочь. Ответь мне, почему? Вот ты встаешь утром, ты можешь так взять, завязала и пошла. Ой, Игорь, ты знаешь, нет, я так не могу. Вот ты должна ее научить. У меня здесь прически на улице не ухожу. Потому что девушка, тем более, которая замужем, тем более, у которой есть малыш, она всегда должна излучать красоту. Я думаю, любая девушка, она должна излучать красоту. Наташ, мы сделаем все возможное, когда Лейла подойдет к зеркалу, увидит тебя. И обалдеет от красоты. Вот и наша героиня. Вау, здрасте. Привет. Ребята, я до сих пор не верю, что попала на эту передачу, иконы стиля. Ты знаешь, все самое лучшее тебя ждет сегодня впереди. Сегодня вечером мы сделаем из тебя настоящую звезду. Я уступаю тебе свой трон. Присаживайся. Девчонки, я нахожусь между двух огней. Один уже горит, на второй только разгорается. Сегодня вечером ты будешь звезда. Лейла, ни о чем не переживай, мы уже все придумали. И это будет платье. Ночишь платье вообще? Игорь, а платье я не ношу. Вообще у тебя нет в гардеробе платья? Ну, есть короткие, пару штучек, длинные, никогда не одевала. Ты ведь девушка, ты должна носить и длинные платья, и короткие. Тебе это очень пойдет, тебе добавит эта женственность, элегантность. Ну, ты знаешь, вообще мы мужчины воспринимаем, нормальные мужчины, воспринимаем женщину с красивой талией, с красивой открытой зоной декольте. Это всегда сексуально, это всегда, в этом есть какая-то загадка, женственно. Ну, как может девушка не иметь платье в гардеробе? А каблуки у тебя в гардеробе есть? Ну, каблуки есть, под короткие платья длинные я вообще не ношу. Ну, хоть на каблуках ходишь. Скажай, вообще, ты любишь платье? На девушках других тебе нравится? Больше склоняюсь. На девушках, да, но вот длинные никогда не разогнать. Почему? Ну, это как деревня. А ты знаешь, что мы как раз теперь выбрали деревенский стиль, стиль Прованс. И многие дизайнеры как раз-таки в этом сезоне используют этот стиль. Это модно, это в тренде, и мы сделаем все возможное, что ты подойдет к зеркалу, увидишь, и он тебе понравится. Потому что мы хотим сделать из тебя настоящую икону стиля. В первую очередь для твоего мужа, для твоего сына ты стоишь настоящей мамой и самой красивой и обаятельной женщиной. Поэтому, наверное, мы не будем терять время и отправимся в салон красоты, где сделаем тебе прическу, сделаем мейкап. Я думаю, что нужно подчеркнуть глаза, выделить брови и... И, наверное, ты знаешь, сделать все-таки то, о чем мы с тобой говорили. Накручить и кудри, да, вот эти, чтобы летящие волосы были, может быть, даже слегка небрежность, вот это мне нравится. Знаешь, когда вот оно натуральное и такое вот не кучеряшки-кучеряшки, а именно вот такое, как у Анджелина... Да, легкие волны. У Анджелина Джули, у Софи Лорен. Короче, ты будешь иностранка. В России икона стиля. И мы тебе в этом поможем. Мы с Игорем решили, что Лейле идеально подойдет стиль Прованс. Прованс по-французски означает «провинция», а провинция у нас ассоциируется с сельской местностью, чистым воздухом и уютными вещами. Утонченную простоту и очарование одежды, как правило, придают легкие натуральные ткани, такие как хлопок и лен. А также своеобразная деревенская отделка, принты с мелким цветком, нежная вышивка, шитье и кружево по краям одежды. Наиболее распространенными являются, пожалуй, платья в стиле Прованс. Они шьются из натуральных тканей и имеют обычно простой женственный покрой. Раскельшенная юбка, свободный или полуприлегающий лифт с кружевом или вышивкой. Также часто встречается завышенная талия, сделанная в виде сборки, резинки или кокетки. Мы находимся в салоне красоты премиум класса Evita Studio of Beauty. И с нами наши стилисты Роман и Наталья. Познакомьтесь, это наша главная героиня Лейла. Очень приятно. Лейле всего 18 лет, но она уже молодая мама, поэтому наша задача сделать из нее сегодня икону стиля и создать образ, который соответствовал бы ее статусу. С Игорем мы выбрали ей стиль Прованс. И еще мы видим ее в стиле эдакой яркой, харизматичной испанкой. Как вы думаете? Я думаю, что мы обязательно покрасим Лейле волосы, сделаем их более блестящими и насыщенными. Поскольку вы ее видите яркой испанкой, я думаю, что мы сделаем легкий эффект выгоревших волос. Да, я думаю, это будет здорово. Немножко добавим, сделаем легкие локоны, это добавит воздушность и легкость ее образу. И как раз подчеркнет ее возраст. Да, вот это самое важное. Роман, я думаю, по макияжу нам нужно сделать тоже такие какие-то испанские мотивы, сделать яркие брови, стрелки и такую нежную фарфоровую кожу. Ну да, добавим побольше стрелку, сделаем более выраженные глазки, хорошие крупные брови у нас, поскольку это сейчас модно. Ну и акцент сделаем на губы. Дадим побольше свежести, чтобы у нас лет на 16 выглядело. Я думаю, что мы друг друга понимаем и я отдаю Лейлу в ваши руки. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Пока наши стилисты работают над образом Лейлы, Игорь подбирает ей наряды. Давайте посмотрим, как у него дела. Ну что ж, девчонки уехали в салон, а я займусь выбором платьев для нашей героини Лейлы. Крестьянский стиль. То, о чем мы говорили, это, конечно же, длинные платья в пол. Это вот такие вот нежные струящиеся фактуры. Кажется просто, но посмотрите, насколько это женственно, насколько это сексуально, потому что все на просвет, хотя там есть такая внутренняя шелковая маечка, и тем, кто более скромен, можно все прикрыть. Но это очень-очень красиво, и нам, мужчинам, всегда такое нравится. Так, что у нас еще есть? Белое платье. Крестьянский стиль, опять стиль Прованс, это натуральные ткани. Это лен, это хлопок, это шитье, это кружево. Мне кажется, подходящий вариант. И прикрыто плечиком. Оно в такой маленький короткий рукав. Очень правильно сдержано. Ничего сложного. Красиво можно завязать бант. Я всегда делаю это фирменно, научу вас. И вы уже девушка. Изысканная, утонченная. Мне кажется, такая вот просто подарок. Так, я это платье ставлю на заметку, что у нас есть брюки. Брюки мы не будем выбирать вариант. Этот вариант тоже очень красивый. Посмотрите, как красиво это все формируется, делает форму. Красивой деталью выглядит черный воротничок. Кажется школьница, но в то же время изысканно, красиво, нежно и правильно. Посмотрите, какое красивое бежевое платье. Даже я бы сказал цвет пудры. Крой этого платья просто тренд сезона. Практически у каждой модницы в гардеробе должно быть платье приталенное с раскрешенной красивой юбкой. Длина его может быть совершенно разная. Она может быть мини, она может быть до середины икры, может быть в пол. Это красиво, женственно, сексуально и, главное, очень-очень модно. Но в нашем варианте можно примерить такую длину. Но мне кажется, так как у Лейлы объемные бедра, и нам хочется их скрыть, ее длина сантиметров на 10-15. Должна быть длиннее. Здесь очень много красивых, сочных платьев из парчи, из таких жаккардовых фактур. Нет, это все не ее вариант. Все мне нравится, все классное, но я возвращаюсь в первом платье. И оно будет вот таким. Действительно крестьянка, но европейская, современная, модная, актуальная, классная, брюнетка, сочная, с красными губами. Обалдеть. Я думаю, что она, увидев себя, захочет кардинально поменять свой гардероб. А ее любимый мужчина, молодой человек, придется ему потратиться. В программе «Икона стиля» мы не боимся экспериментов и любим смешивать стили. Поэтому в случае с Лейлой «Спокойный стиль Прованс» мы решили сделать поярче и погорячее при помощи прически и мейкапа. И такой микс нежности и роскоши, я уверена, даст правильный результат. Жгучая испанка или итальянка на отдыхе в тихой французской провинции. Такой образ мы придумали для Лейлы. Кстати, среди испанок и итальянок немало икон стиля. Моника Беллуччи, Пенелопа Круз. И, конечно же, любимая икона стиля Игоря Гуляева Софи Лорен. Итак, наши стилисты закончили свою работу. Лейла, могу сказать тебе сразу, ты выглядишь великолепно. Ты сама готова себя увидеть? Боюсь. Не бойся, закрой глаза. Сейчас ты увидишь себя совсем другой. Открывай. Не верю, что это я. Так, ну что, по макияжу мы сделали Лейле более яркие глаза, более яркие брови, подчеркнули ее мушку, выделили яркие губки, высветлили лицо для того, чтобы подчеркнуть полностью наш образ. Наталья? Мы окрасили Лейле волосы, сделали ей прекрасный шоколадный оттенок, который добавил Лейле объема. Также мы сделали Лейле стрижку и подчеркнули образ легкими локонами, что подчеркнуло ее прекрасное лицо и добавило великолепие Лейла. От нашей студии мы хотели бы сделать тебе подарок. Нам было очень приятно с тобой работать. Эти продукты помогут тебе в дальнейшем ухаживать за твоим прекрасным образом. Спасибо большое. Большое спасибо. А сейчас мы отправляемся к Игорю, который нас, кстати, уже заждался. А вот и мы. Вау! Вернулись. Как тебе наша работа? Мне очень нравится, Лейла, мне реально очень нравятся твои волосы. Эти красивые небрежные такие легкие кудряшки, они тебе очень идут. Ты знаешь, Лейла сегодня молодец. Она очень хорошо держалась в салоне. Умница. И на этом самом позитивном моменте мы отправляемся с тобой примерять твое платье. Пойдем? Держи икона стиля. Лейла, мы тебя ждем. Уже очень интересно увидеть твое преображение. Потрясающе. Тебя не узнать. Подиумным шагом выровняла спину. И красиво пошла на нас. Я в шоке. Еще чуть-чуть потренироваться. И у тебя все получится. Покажи, как девушка должна ходить. Наташа, пройдись сама. Сама пройдись. Теперь ты. Теперь ты. И главное, неси себя, неси себя. Люби себя и другие тебя полюбят еще. Вместе вы на подиуме. Две звезды. Два огня загорелись и зажгли. Ну что, Лейла, как тебе твой новый образ? Нравится. Мне кажется, у нас все получилось. Но на крестьянку она совсем не похожа. Она похожа на итальянку. Красивые волосы, локоны струящиеся. Роковая женщина. Я думаю, что твой молодой человек, когда ты вернешься домой, упадет в обманок прямо в коридоре. Я ее не узнаю. Не узнаю. А ребенок-то тебя узнает? Мне кажется, нет. Испугает. Испугается? Ну, первого вида. Незнакомая женщина. Ну, мне кажется, что в твоем гардеробе точно должны быть платья длинные в пол, и короткие, и разные, потому что ты сразу же стала женственна, сразу у тебя правильная осанка, ты встала на каблук. Вот не бойся. По-всякому тебе хорошо. Ну что ж, ты готова к еще одному сюрпризу? Готова. Очень серьезному. Наташка, закрывай ей глаза. Ничего не видишь? Пока ничего. Раз, два, три! Жизнь Доминика Джокера ярка и разнообразна. После нескольких лет закадровой работы, продюсирования и сочинения песен для своих коллег, Доминик Джокер триумфально вернулся на сцену. Его хиты возглавляют хит-парады и взламывают теле и радио рейтинги. А вот стиль в одежде у Доминика меняется не так стремительно, как его карьера. Музыкант и продюсер предпочитает стиль кэжуал, хотя иногда его можно встретить и в смокинге. Сегодня он без смокинга, а жаль. Такой девушке, в какую превратилась наша сегодняшняя героиня Лейла, нужно соответствовать. Что же скажет наш гость, увидя такую красивую молодую маму? Если ты со мной, я могу дышать. Если ты со мной, жива моя душа. Каждый новый вдох для тебя одной. Сердце бьется вновь, если ты со мной. Если ты со мной, мир меняет цвет. И других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной. Нас ведет любовь, если ты со мной. Наташка, закрывай ей глаза. Ничего не видишь? Пока ничего. Раз, два, три. Это сам Доминик Джокер пришел посмотреть на твои перемены. Здравствуйте. Я могу сказать, что мне в пору сказать. Посмотрите, Лейл, вы прям, вы очень преобразились. Я знаю, что этот человек волшебник, но вы преобразились. Вы прям, тут вы просто миловидная девушка, сейчас вы бесспорная красавица. Я не слышал такого человека, такие слова. Я вполне серьезно, сохраните этот образ для себя. Попытайтесь. Игорь, ты волшебник, я об этом всегда говорил. Анатулечка, то, что вы делаете с людьми здесь, на мой взгляд, это magic. Сам magic. Вы прекрасны. Мы пытались сделать итальянку. Мне кажется, что у нас получилось. Да, да, вы знаете, нет, я еще могу сказать, что есть определенные черты испанки. Испанки, испанки тоже. Испанка у нас тоже была. Вот вполне серьезно, прям, вы безумно прекрасны. Сохраните это. Я знаю, что вы молодая мама. Это очень приятно, когда молодые мамы так выглядят. Скорее слово. Она не верит, что это происходит. Она не верит, что со мной можно было вообще такое сотворить. А то сижу дома. Ну как, нет, у вас весь потенциал. Просто очень, как-то очень все правильно, грамотно, вы великолепно выглядите. Вот постарайтесь запомнить. Ты красивая природа. Постарайтесь запомнить это на всю жизнь. Запомню. Это очень круто. Постараюсь наблюдать. Постараюсь добиваться такого эффекта каждый день. И давайте руку на Библию клянусь вам. Вы прекрасны. Уважаемая Наташа Игорь, нельзя, нельзя делать вот такие вещи с людьми нервными и со слабой психикой, как я. То, что происходит здесь, я говорю, на иконе стиля, это для меня какой-то мэджик, которому хочется, конечно, иметь руку, приложить руку, но я этого не делаю, я только наблюдатель со стороны. И, уважаемая Лейла, я скажу вам, пользуйтесь тем, что вы получили на иконе стиля, а вам, девчонки, я посоветую, как можно быстрее бежать сюда. Вы выйдете отсюда иконами стиля. Доминик Джокер. Наташа, мне очень нравится новый образ нашей молодой мамочки. Игорь, давай отправим фотографию Лейлы на сайт и посмотрим, сколько лайков она соберет. В финальной новогодней программе все участницы нашего проекта соберутся вместе, чтобы звездная жюри выбрала одну единственную, ту, которой удалось в жизни реализовать наши советы и стать настоящей иконой стиля. А та девушка, чья фотография наберет больше всего лайков в финальном выпуске иконы стиля, получит специальный приз зрительских симпатий. Если вы, как Лейла, мечтаете изменить свою жизнь и не боитесь экспериментировать, заполняйте анкету, присылайте свои фотографии и участвуйте в кастинге. Не бойтесь перемен, ведь перемены во внешности обязательно повлекут изменения и в вашем внутреннем мире. С вами были Игорь Гуляев и Наталья Перверзева. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин